Донбасс Все те же военные преступники, командир 54-й отдельной механизированной бригады «Горбатюк», командир 58-й отдельной мотопехотной бригады «Дропаты» и командир 128-й отдельной горнопехотной бригады «Шаптала» при обстреле населенных пунктов «Васильевка», «Зайцево», «Верхняя Торецкая Нижняя», «Исиновата» и район аэропорта города Донецка 44 раза применило артиллерию калибром 122 мм. Также было произведено 6 танковых выстрелов и было выпущено 41 мина калибром 120 и 82 мм. Кроме того, по населенным пунктам республики «Зайцево», «Горловка», «Исиноватая», «Спартак», «Александровка», «Михайловка», «Жабичево» и «Саханка» противник применил БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В ходе обстрелов украинских карателей наших позиций двое военнослужащих армии ДНР погибли, один получил ранение. Наша разведка продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения вооруженных сил Украины в зоне АТО у линии соприкосновения, так и район населенных пунктов. Верхняя Торецкая 4 км от линии соприкосновения. В районе железнодорожной станции «Скатовато» отмечено прибытие 6 танков и 8 БМП. Старый Крым 24 км. В районе карьеры отмечено прибытие 4 танков, 15 БМП, а на территории асфальтного завода проведено расселение 70 иностранных наемников. Все данные нарушения минских договоренностей были переданы представителям ОБСЕ и СКК. После проведения акций протеста населенного пункта Николаевка и Новоселовка отмечена активизация деятельности представителей СБУ Украины по выявлению местных жителей, несогласных с противоправными действиями вооруженных сил Украины. Также населенные пункты, где расположены склады артиллерийских боеприпасов Новогнатовка, Рыбинска, Маринка, Красногоровка, Константиновка и Заря прибыли представители СБУ и силовых ведомств Украины для пересечения и недопущения протестных акций проведения очередных зачисток. Завершив свои мародерские миссии на линии соприкосновения и вдоволь наворовавшись, герои Украины в кавычках, 128-й отдельный горно-пехотный, 53-й отдельный механизированный бригад, с чувством исполненного долга выводится из зоны АТО. В связи с тем, что новая украинская почта не справляется с отправкой подарков, якобы дарованных благодарным украинским народом, военнослужащим самим приходится вывозить подарки на личных автомобилях. На самом деле и подарки, и личные автомобили – результат грабежа мирного населения. Сами же жители остаются в разграбленных жилищах и без всех запасов, заготовленных на долгую зиму. Мы надеемся, что завтра все-таки произойдет разведение строен в районе населенного Петропетровска. И все лживые заявления Украинского военного командования об обстреле данного населенного пункта не помешают этому. Мы готовы к проведению данного мероприятия и полностью соблюдаем режим прекращения огня. Продолжение следует...